вот теперь посмотрите здесь вот видео соседи вот и заканчивается это дерево уже соседи участок и вот там вот вот это вот чумаки вот эти вот деревья у меня точно также вот это все здесь было вообще такой лужайки не было видите как а как вот там вот темно очень скоро она покроется листьями это чумаки и самое ужасное вот это корни которые разрастаются под землей как паутина и они уже ползли на мою малину уже появлялись чумаки на малине в общем я это все стала выкапывать срезала много лет у меня ушло там три или четыре года и посмотрите у меня здесь теперь солнце лужайка и я стала засаживать мы тоже самое было бы там вот в общем лес наступал и теперь вот когда по вот эту вот лужайку я сделала теперь я начала засаживать цветы вот я только несколько дней назад посадила вот эти вот летние хосту и вот это вот харди вот эти вот зелененький как капуста и вот тюльпаны у меня же отцветают и нарциссы и видите вот я тоже пару дней назад посадила вот это вот вот этот курс и буду смотреть я имею ввиду понравится ли им здесь в любом случае я всегда могу пересадить и моя сирень просто шикарно очень много будет тоже и здесь не было и это все запах и вот эти вот ту и которые показывают где граница нашего участка вот хвойные деревья потом ту я вот это вот это все наше и видите я бы дальше тоже вырубала на то соседские то у соседей но самое интересное вот она как-то не распространяется вот так вот слава богу не растут я не веду те чумаки так вот и остались вот и у них все больше и больше это наступает а у меня здесь вот планы дальше делать цветник и постепенно смотрите начинать вот с уголочка какого-то потом постепенно постепенно и хочу чтобы вот цветы были цветы которые за ними намного легче вот ухаживать чем вы даже эта трава смотрите здесь всякие холмы то есть здесь смотрите муж не смог на газонокосилке сюда проехать потому что здесь всякие холмы и вот эти вот и можно машину угробить вот ему все это вручную приходится вот эти срезать потому что они очень быстро превратятся в огромные огромные и на виду сорняки а вот там где цветы там сорняков нету вот она так держится и вот такие вот у меня планы дальше по чуть-чуть по чуть-чуть главное я не гроблюсь у нас здесь был огород прошлом году мы убрали этот огород и посадили траву начать у нас было 16 лет был огород мы просто оставили малину и цветы мы хотим попутешествовать мы хотим в общем чуть-чуть по-другому пожить не так как мы жили 16 лет здесь мне муж я попросила мне виноград посадил вот здесь вот и вот здесь несколько дней назад посмотрим что будет еще я не знала у меня смородина один единственный вкус смородины и он у меня вот здесь вот я посадила и тоже я то совсем недавно узнала секрет что нужно очищать вот здесь вот у основания все это вот очищать иначе вот смородина будет невкусно в общем посмотрим вот я поэтому очистил уже постоянно было возле корней очень много травы и то же самое с туями то есть я буду следить за вот прикорневые что возле корней дерево находится вот эти вот секреты которые вообще я очень такая довольна что вот есть youtube и видео раньше там допустим если соседка что-то там подсказал или еще что-то а вот сейчас ну а если у меня соседи этим не интересуются и если я в такую вот в сша и здесь никто никому не командует вот в общем я очень довольна и этим временем тоже вот так вот и у меня теперь новая скамейка вот этот столик еще давно давно был теперь его пристроила и смотрите у нас были тополя вот уже полетел тополиный пух у нас были вот тут вот возле дома тополя мы срезали вообще это ужасно и вот у нас здесь чем не одессу напоминает тополиный пух люди начинают задыхаться вот в это время вот в июне это ужасно и тополя они высоченные дурные я имею ввиду деревья ну не то что дурные а опасные у нас возле дома были и они были высоченные во первых если их срезать и топить они очень быстро сгорают в общем плохо и даже для топки и очень тонкое дерево но огромное было возле дома в общем я в любом и любой ветер могло упасть на дом было опасно и мы вызывали людей и срезали а вот оставили хвойная вот это вот все это деревья это выросли когда муж купил дом и соседи построили себе дом они себе купили участок в общем вот эти вот все хвойные деревья им 35 лет сажал вот эти хвойные деревья сажал муж со своей мамой вот и я говорила что тополя вот здесь вот были и мы их убрали чтобы не упала не завалилась нам на крышу дома вот убра подальше от опасности и посмотрите как вообще красиво в прошлом году было очень много ландыши и они да они захватчики но я их не трогала и в прошлом году я их пересадила огромную часть немножечко еще оставила вон туда назад там у меня было очень много сорняков и они очень быстро растут в общем вот здесь были тоже и чумаки и все деревья и вообще был он просто непроходимый лес кусты мы смотрели с окна и просто были кусты а теперь смотрите вот получился вот дети у меня выросли когда они были маленькие они утро начинали бежали в огород там огурчик вырос там и то есть все а теперь у них такой вот тяги нет у них очень много спорта они уже и работают так сказать первый вот даниил у него же еще два банки и это вот вчера кстати мы сидели и даниил говорит что его друзья значит у них на счету уже где-то около 8 то ли 8 то ли 10 тысяч долларов один друг работает на обратно обратно у него сантехника занялся вот открывает свою фирму и обратно где-то около 30 лет и второй его товарищ от который охоты занимается очень много они оба охоты занимаются вот второй товарищ он на фирме работает и денежки складывает себе на счет а даниил у меня больше по спорту вот рефери рефери так что все это замечательно а я просто сейчас увлеклась цветами и муж и дети знают что мне это нравится его смотрите вон даниил привез цветок если какие-то мне цветы дарят я их сажаю с удовольствием ему старший сын тоже мне розы дарил я посадила там впереди дома очень вот так вот потихонечку вот так потихонечку и мне очень нравится ему уже стало очень нравится вначале он так возражал зачем тебе это надо но он любит отговаривать он постоянно отговаривает отговаривает и когда он посадил вот здесь это я ту ими занималась и он меня такой живет а иди полей вот я говорю но это ж твой подарок вот возьми полей так что он подарил заплатил подарил посадил и полил вот и он полил вот эти вот цветы так что полностью подарок как говорится от и до он какие красивые то красные тюльпанчики выглядывают я потихонечку досаживаю 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 сравнить с прошлым годом на этих каждый год она все красивее и красивее это настоящее благословение